давным-давно закралась в меня тень сомнений а правда ли жизнь в европе такая уж и пиздатая немножечко покопавшись в этом вопросе съездив в ту самую европу я сделал для себя вывод нет жизнь европе не сахар а местами она бывает очень даже и говененькая чтобы помочь вам развеять ваши сомнения на этот счет прилагаю к этому видео рассказ моей одноклассницы которая на данный момент живет в германии живет она там уже очень давно работает педагогом преподает немецкий и английские языки детям в гимназии слушайте и обязательно сделайте свои выводы да мне было очень приятно слышать что в россии все это как-то на вас хорошо отразилось потому что у нас кроме минусов абсолютно ничего нет первых у нас школа опять переполнилась беженцами вообще немецкие школа не в принципе очень сильно перегружены всевозможными беженцами это все равно влияет на общий уровень образования то есть представь себе ситуацию когда у тебя в классе например 20 детей 5 из них беженцы и вот они сначала попадают эти беженцы в общий класс в котором одни сплошные беженцы потом их начинают по классам рассовывать и это целая система то есть я смогу об этом очень долго говорить просто что-то представлял что из германии школы в которых дети ну вот например немцы за счет того что у них пол класса беженцев они тоже не могут по программе двигаться с той скоростью которая вообще запланирована до министерства образования и соответственно не в таком качестве потому что там когда учитель всегда так или иначе учитель всегда ориентируется на слабых может это кто-то отрицать может кто-то говорит нет ничего подобного на середнячок нет всегда учитель ориентируется на слабых чтобы все все поняли и это на сильных тоже отражается есть конечно там план дифференцирования и так далее что там сильно надо помогать но по сути по факту все на этих сильных просто забивают болт потому что думают но они сами выгребут дадут им три листочка обработать вот они их сделают потом сидят чем хотят им занимаются вот поэтому это все очень если в глобальном контексте рассматривать ничего хорошего в этом нет нельзя конечно сказать что мы их нахрен пусть ничего делают пусть они что хотят то и делают но вот как есть так есть то есть уровень образования такой плюс налоги да вот налогоплательщики это все несут на своих плечах при том что тут в германии все все и так облагается налогами вообще все просто все что есть все обложено налогами то есть 50 процентов от зарплаты у тебя оттяпывается плюс в магазин ты идешь 19 процентов еще от покупки у тебя оттяпывается за бензин сейчас тоже какой-то там налог сделали короче дни налоги сплошные скоро уже воздух будет тоже платный тут уже люди тут тик ток немецкий взрывается людей вообще по по 10 миллионов просмотров и тоже около того комментариев что господи вообще не знаю как жить мне пришел счет за отопление 11 тысяч евро и вот как бы это реальная ситуация то есть я даже крышотики себе поделала ну мало ли вдруг там вы выставлю это где-нибудь когда-нибудь чтобы люди все примерно понимали человек происходит и самое обидное то что нигде это никто не говорит то есть если включить телек у нас все хорошо у нас все прекрасно ни хрена не прекрасно то есть магазин приди и просто повешайся то есть там положи себе молочко с хлебушком и домой иди надейся что не знаю что вишни у тебя созреют в огороде и хорошо если огород есть а если нет то можешь вообще не знаю сушить себе сухарь уже сейчас начинать на зиму и да еще никто не знает чтобы зимой потому что это все как-то поднимается все выше и выше все эти цены и просто страшно об этом думать на данный момент но все ходят с улыбками на лице и говорят боже какая россия агрессор поэтому да это это конечно вот этот вот вот это вот разовачка стосина поражает просто поражает особенно когда с некоторыми людьми начинаешь об этом говорить уж вообще товарищи вы серьезно вы адекватные вообще вы верите в такие слова и причем демократия такое слово очень как сказать можно его натянуть на что угодно очень красиво звучит а по сути не знаю нет тут никакой демократии тут у людей аккаунта блокируются на раз-два просто когда они что-то там говорят против или за и есть такое даже прям понятие называется путин сошли я то есть это это прям клеймят человека то есть он там начинает какую-то позицию другую высказывать на него сразу вешают ярлык путин сошли и все и даже с ними не разговаривают и но это просто это это я не знаю это это прям боль да сносят каналы люди называют цепляют на нос розовые очки не хотят ничего замечать не хотят вообще ничего одуплять раздуплять не хотят к опыту истории обращаться да как эту ливию несчастную разнесли как тут вся германия просто вообще всколыхнулась от этой волны до сих пор разгребаем школа вот наша в частности и не только нашей по региону то есть столько из сирии из ливии вот из этих арабских стран до сих пор у нас мы еще не расставали тех детей с той волны по классам а у нас еще новые на подходе и ни конца и края не видно ну короче ладно закругляюсь это это просто жесть то что здесь творится никто об этом не говорит никто все говорят про геев лесбиянок то что их надо защищать все говорят что путин подавись своим газом вопрос а что делать мы будем зимой у нас геи лесбиянки как-то навяжут нам шарфиков носочков или или как вообще как мы будем согреваться короче да много открытых вопросов и полнейший маразм я телек не смотрю но на меня так или иначе люди всегда с вопросами ко мне подходят спрашивают и только открываю рот и говорю что я вот как-то считаю что и не то и не то они все так на меру смотришь что типа понятно ну ты конченая конечно и вот так как-то так очень мало есть людей которые можно поговорить даже вот близкие друзья но мы дружим все хорошо но вот именно эта тема это как-то вот сразу они сказали что нет пожалуйста не надо мы по-другому считаем и как бы ну вот да еще такой прикол тоже в тик токе никогда не думал что теперь партнеры нужно искать и политическим взглядом вот такие дела